Приветствую вас, Мария. Я думаю, что вам вряд ли понравится мой ответ, потому что если вы обращаетесь за, например, ну, такого рода помощь, как, допустим, ответы на вопросы, поиска ответов на вопросы, чтобы вам все объяснили, то я боюсь, что психолог здесь вам не поможет. Вы не задаете вопрос, то есть, вообще-то говоря, вообще не очень понятно, что вы хотите от нас, от психологов, в какую сторону вы хотели бы решать свою проблему и что вы вообще хотите, вот, это тоже, к сожалению, не ясно, вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь имеет смысл вам сформулировать свой запрос. Или если вы не знаете, допустим, чего хотите вообще, да, то так сказать, что вот у меня, условно говоря, там, в отношениях есть определенные трудности, если у меня в отношениях, там, допустим, есть определенные проблемы, у меня в отношениях, там, есть, допустим, сейчас определенный кризис, да, я хочу в этом разобраться, я хочу это поисследовать. Вот, ну, к примеру, я сейчас просто как пример это говорю, да, необязательно, необязательно, чтобы вы, там, вот, на это, ну, ориентировались, вот, ну, на 100%, необязательно, чтобы вы ориентировались. Вот, просто это важный момент достаточно для того, чтобы, значит, ну, исследовать его. Итак, значит, что по факту мы имеем? Мы не то, что вы боитесь, что молодой человек вас оставит. Вот. По факту мы имеем это. Мы имеем то, что вы испытываете боль от того, что он не полностью слабый. Ну, вы говорите, вы так говорите, что вам больно, потому что он скрывает свои чувства к вам. И больно вам, потому что вы его любите. Я думаю, что боль связана с чем-то еще. Вот. Если вы внимательно посмотрите на свою реакцию, то вы увидите, что есть что-то еще. Что-то еще есть. Вопрос, конечно, о том, что. То есть вам желательно понять, что это, что, как бы, чего вам хочется, когда больно. Вот вам больно, что вам хочется. Вот. Вот. Это очень важно. Вот. Потому что. Мне кажется, что вы не совсем, ну, осознаете этот момент. Вы не совсем, понимаете, понимаете его, что ли, что ли. Дальше. На мой взгляд, вот как мне это видится. Мужчина вас использует. Почему я так думаю. Потому что он не позволяет вам быть настоящим в отношениях. Он не позволяет вам быть собой. Он не позволяет вам, как вы говорите, высказывать ему что-то. Потому что он может разозлиться и вы боитесь его злить. Если вы пытаетесь сдерживать свои чувства, что и свои, и его чувства, то, условно говоря, отношения не развиваются, они не могут развиваться, они не могут расти. Ну, ну, в таком случае. Понимаете? Ну, вот. И это довольно важный момент. На мой взгляд, это довольно важный момент. Что вы в какой-то степени консервируете, получается. Сдерживаются свои отношения. Да? Ну, вот. Пытаясь там... Удержать... Их... Вот. Они не развиваются. И это связано с тем, что вы пытаетесь защититься, наоборот, кто на чего вы пытаетесь защититься. Может быть, от того, что вас сбросит, может быть, вы недовольны того, что вы можете, ну, остаться одна и так далее. То есть это вот такой момент. Большой. Значит, вы не знаете, кто вы. Для своего парня. Пиздец. Вы. И, на мой взгляд, это связано с тем, что вы не знаете, кто вы вообще. Ну, мне так вот кажется, по крайней мере. Если вы заметите, то весь ваш текст посвящен молодому человеку. Вот. Весь ваш текст посвящен именно, ну, мужчин. И вы довольно мало говорите о себе. С ней вообще практически о себе не говорите. И складывается такое впечатление, что вы сами себе не интересны. Вот. Вам не интересна ваша жизнь, вам не интересна, что в ней происходит. Вам не интересна, куда вы сами движетесь. Вот. Понимаете? И вот это очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. И мне кажется, что начинать нужно с этого, с этого, чтобы разбираться в себе. Начинать нужно с того, чтобы разбираться в себе. Начинать нужно с того, чтобы наполнять интересом свою жизнь. И, конечно же, повышать уверенность в себе, работать со страхами. Вот. Какая у вас есть, это очень важно. На мой взгляд. Вот. Такая вот. История. Такой вот. Такой момент. Вот то, что я могу вам сказать. И в целом мне ощущение, что вы своим молодым человеком, да, у вас как будто, знаете, отношения такие чисто гендерные. То есть, ну вот, у вас как будто маловато общего, что ли. Понимаете? А для вас, наоборот, слишком важные отношения вы очень хотите опереться. Но операетесь, мне кажется, несколько неумело и хаотично, я бы сказал. Вот. Вот. Поэтому, Мария, я думаю, что начать вам нужно с раскрытием более дровосъезд. Лучше вам понимание себя, да, вы сможете понять, кто вы. Вот, например. Вот вы говорите, кто я за своего молодого человека? Наверное, для своего молодого человека, в первую очередь, пять человек. Да? В первую очередь, пять человек. Потом уже, там, его девушка, там, единомышленник и так так далее. Ну так вот, и можно этот момент преследовать. Вот. Какой вы человек? Какая вы женщина? Я уверен, что многие вещи будут понятны. Поэтому все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Так. , так.